Что такое випассана? Ну, я расскажу лично о своем опыте. Подъем в 4.30. Само расписание уже мы убрали, но вот осталось вот это на завтрашний день. Подъем в 4.30, потом медитация, и вот по порядку. Вот такое замечательное утро сегодня. Каждый раз смотрю на это все и думаю, чем же я все это заслужила. За благодарность и принимаю, заслуждаюсь. Природа просто волшебная. Смотрите, смотрите, что начинается. Возвращение панды. Эти кадры не повторятся. Эти кадры будут неповторивы. Панда идет. Возвращается. Это свипассаны, представляете? Ты можешь разговаривать еще? You taught so much questions, Луис. That is her first words. Первые слова. Панда, добро пожаловать. Привет. Привет. В общем, разговариваю медленно. Сумка, вот смотрите, она упакована в тибетскую сумку, в коробочке со сладостями. Покажу. Все. Донат? Как он называется? Донат? Да. Донат с шоколадами. Я только что снимал видео про донейшн и про донаты. Это донат и шоколады. Класс. Донат с шоколадами на сегодняшний день. Огличие. Потому что для меня випассана оказалась очень классным инструментом, который невозможно обрести однажды, потерять. Это такой же навык, как выучить язык. Это такой же навык, как научиться говорить. И здесь ты приобретаешь инструмент, который с тобой на всю жизнь. Инструмент наблюдения. Инструмент, когда ты начинаешь видеть себя со стороны. Ты начинаешь видеть свои какие-то барьеры, установки. Ты начинаешь видеть себя глазами других людей. И здесь уже ты не можешь найти виноватых. Ты не можешь найти причину твоих проблем. Потому что причина твоих проблем — это и есть ты. И в этот зал вообще заходить нельзя. Но чего не сделаешь. Чего не сделаешь ради контента. В этом зале у нас проходили медитации. Здесь получается, вот мы сидим. Сейчас покажу мое место. 8 часов медитации я провела на этих подушках. Вот здесь у нас сидела мужская часть. А здесь у нас женская часть. То есть здесь мы медитировали по 8 часов ежедневно. Вот здесь сидел учитель. Подъем в 4.30. Ты просыпаешься, приходишь сюда, садишься, закрываешь глаза. Разговаривать нельзя. Разговаривать разрешают лишь на 10-й день вечер. Все это время ты молчишь. Все это время ты набираешь свои какие-то эмоции внутри себя. Ты садишься, приходишь и начинаешь медитировать. 8 часов в день медитация, которая... Это не та медитация, к которой мы привыкли. Это не та медитация, к которой мы садимся, закрываем глаза. Здесь идет очень сильная, сильная борьба твоего мозга и твоей внутренней какой-то части. Вот здесь сидит наш учитель. И рассказывает помощнице о том, что нужно все укомплектовать, потому что курс окончен. Снимать его, конечно же, нельзя. Снимать его, конечно же. Снимать его, конечно же. Снимать его, конечно же. Снимать его. Сниму, как ты будешь давать донейшн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Произошло соединение для фотоотчета. Вот наша группа, с кем мы сидели 10 дней по 8 часов в одной аудитории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Идея такова, что действительно панда здесь трансформировалась, побывала на Випассане, вчера с нее вышла. Почему я в шемячем состоянии? Потому что, блин, ребята, за это время нас стало на 700 человек присоединилось, которые хотели наблюдать за пандинами движениями, за нашими движениями. Как мы ворвались в Индию, я никогда не скажу, покорили я Индию. Мы абсорбировали ее в себя, она нам разрешила что-то здесь получить. Панда, отсидевая в Випассане, один из дней молчал, а сейчас она постепенно разгоняет свои болтательные способности. Ну, на самом деле, улыбка просто не перестается от своего лица. Когда я говорил, что человек, который не был на Випассане, ее надо в школе преподавать, вот, когда посидет человек, он понимает, многие вещи раскрываются, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду. Все, она посидела, я просто сразу не посидела, она присела туда, и когда она вышла, до конца дотерпела, я просто, добро пожаловать в наш клуб. Теперь мы разговариваем на равных, потому что те вещи, о которых я пытался говорить, рассказывать, можно, ты их не можешь, да, понять, пока ты не в своей шкуре не испытал. Ну, ощутив это все, ты уже понимаешь, что... Каждый раз я сидела и думала, а, Миром это говорил, а, я это слышала, да. И самое главное, это теперь внедрить всю жизнь. Ты будешь практиковать дальше? Я буду, я готова. Ты хочешь продолжать сидеть каждый день? Я буду, конечно. А тебе тяжело было так, реально? Мне было очень тяжело. Вообще физически? Ты можешь мне столько всего накидывал, это просто ужас. Мне хотелось просто застрелиться день на цвете. Но потом приходит... Ну, это, во-первых, очень больно, но мы уже об этом рассказываем еще. Ну, возможно. А, во-вторых, это какая-то такая внутренняя борьба постоянная с своей же личностью. Тебе не надо с внешним миром вообще бороться. Ты будешь себя сам с собой, да. И ты видишь себя со всех сторон, и ты видишь все твои проблемы от тебя. Ну, и эго, конечно, там... Это такая точка моей, непосредственно, всей трансформации в Индии на начало большой счастливой жизни. Трансформация настолько очевидна, что мы садим за пластиковым столом. Принесена какая-то в жертву зеленая курица и белая курица. И через полчаса уже будет такси в аэропорт. У тебя есть ощущение, что прям замкнулся круг? Ты приехала, прошла все, что нужно, получила, и едешь дальше развивать и практиковать, да? С одной стороны, немножко грустно, что я уезжаю, но с другой стороны, я прям ощущаю, что что-то внутри наполнилось. И хочется теперь это уже нести во внешний мир. А ты будешь людям агитировать? Ты как бы духовность будешь нести в люди? У тебя есть такой отклик, что учительницей какой-то немножко становиться? Немножко на своем примере говорит, ребят, смотрите, я пробовала, я вам сейчас немножко накину, замотивирую, энергией поделюсь, давайте, и вы тоже, если... Здесь о том, что я-то это практиковала уже до, но это была такая уже духовность. Гуру, гуруизмом пострадывала немножко. Это было такое, более коммерческое, это было такое, заработать деньги, там, что-то прочитал, рассказал. А в Индии она показала то, что ты это прожил, прочувствовал, ощутил, выплакал, высмеял, ну там, ты смеял, ты выплакал, и что-то так не происходило. Мама такая. И сейчас я понимаю, что теперь-то это все отсюда. Ох, рука устала вообще-то. О, можно отсюда снимать, здесь как раз фонарик. Ну все, класс, ребята, смотрите, у нас новые уже проекты, мы собираем и на 13-й айфон, и сейчас пойдет вообще другие серии. Переставайте смотреть этот канал. Блин, да не переставайте вы смотреть, она же вернется наверняка где-то, или новые страны, или какие-то идеи. Ты пока сидела, ты там разработала кучу идей, судя по всему, ты говорила. Да, много. Но не хочу пока рассказывать. Не, не рассказывать не будем. Но один из вариантов, даже те люди, которые не хотят, это же не о религии, это просто о саморазвитии. Те люди, которые даже к бизнесу, или каким-то инвестициям, или идеям, вы туда прыгайте, на эту випассану. Да. Разгонять. Вот этот момент мне очень понравился. Если ты занимаешься бизнесом, если ты ведешь за собой людей, ты обязательно должен быть на випассане. Потому что это не про то, что ты сидишь, молишься только и медитируешь, да? Это про то, что ты начинаешь управлять своим мозгом. Программа. Мозг управляет тобой. Да, огонь. А что может быть лучше? Это мечта всей моей жизни, трансформировать голову так, чтобы я стал хотя бы маломальский хозяином тех программ, которые мне мешают жить. Будущего не существует, прошлое это просто воспоминание и сожаление, как минимум. А есть только настоящее, и ты можешь это настоящее увидеть. Да, это же говорил мастер черепах из панды кунг-фу, прикиньте. А, да? А, да. Ребята, все, вот при пэй-такси, панда улыбается сквозь слезы, мы это знаем. Ты прощаешься со всеми друзьями? Я хочу нагнести, знаете, такое, блин, семящее чувство. Но, как всегда, знаете, как получится, так получится. Все, мапсовский киоск. Вот туда. Вот наш бро, смотрите, он с Ямаки. Стоит 1500 смапсы доехать до аэропорта. Да, вечернее время, ну, берите полтора часика. Ну, че, давай. Полное обслуживание. Ванда суетит уже, как в режиме бурундука. Да, она впала такая, досидается. Какой обходительный таксист. Это супер вообще драйвер. А мы остаемся, ребята. Я сниму ценник, может быть, на паузу поставите, будет видно. Если кому-то интересно, во все точки Гуа, какой прайс вот отсюда из мапсы, prepaid такси. Тут на бастенде всегда народ отдыхает, балонит. Кто-то до утра, кто-то ждет автобуса ночного. Ну, а я поеду назад в Чипору. У меня всегда расставание. Это такое щемящее чувство одновременно с предвкушением чего-то абсолютного нового. Но и микро-микро такая радость и печаль одновременно. Невероятный коктейль, невероятный микс. Когда я откуда-то уезжаю, я всегда не то что привязываюсь. Я очень ценю место, в котором я прожил. И после этого я открыт к новому. Как будто его надо немножко погрустить, обнять, поскучать. А потом бам! И все заново начинается. И ты уходишь в авантюру. Ракеты выпущены. Ребята, спасибо, что вы были с нами все это время. Всю эту трансформацию, все это приключение. С вами это делать прикольнее. Если бы я не снимал, я не знаю, если бы я о вас не думал. Не создавал этот контент. Это была бы вообще жизнь не наполненная, не такая интересная. Сейчас она очень интересная. И она напрямую связана, как будто с вами. Я живу один, я сижу сейчас один. Но передо мной как будто огромный амфитеатр из тысячи людей. Вот такое ощущение. Я вас обнимаю. А, ну и ставьте лайк, подписку, комменты, оставляйте, донатьте. Все круто будет. Потому что я чувствую, что впереди только офигенчики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...